Тур Евгений Владимирович, 11-10-1993 года рождения, родился в городе Кировоград. Ехал в 2002 году жить в России, отучился в школе, призывался в армию, служил в армии по срочке, призывался потом после срочки по контракту 20 января этого года на полигонщика. Работал полигонщиком, шла поездка в командировке. На два месяца. В Ростов-на-Дону. В Ростов-на-Дону мы приехали. Приехали, потом нас забрал поковник, нас в Черкасс. Забрал документы, передели. Ты у нас военный вооруженных сил Российской Федерации. Звание у тебя? Сержант. Сержант. Служишь? В 3616-6 танков. Еще раз, начать, поднять мне, пожалуйста. 30-616-46, да, танков? Нет, нет, тире 6. А, тире 6. Тире 6, танковая. Танковая. Танковая, 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 короче, щепка, да, щепка. Хорошо. Грубки, все немножко, можно? Говори громче, пожалуйста. Как ты попал на территорию Украина? В октябре, 14-го, я уже в поездку пришла, в поезд сразу. То есть тебе 14-го октября пришла повестка, да? С 17-го на 19-й вроде. Хорошо, пришла тебе повестка. То есть, наверное, не повестка, а распоряжение какое-то, чье-то. Нет, повестка, как обычный. Съездить, сделать, приезжать обратно. В сутки, да? То есть ты 14-го, 15-го, 16-го, где-то с числа 16-го был в Ростове, да? 14-го, 15-го, в Ростове. Ну вот, сколько вас там в Ростове держали? Два дня в Ростове. А такой вопрос еще не в Ростове, а в Новочеркасске. С кем ты там в Новочеркасском общался? Ты, может, помнишь звание? С майором. Майор, а фамилия? С фамилией не говорили. Имя, может быть? Просто майор мне не уменьш представил. Евгений Евгеньевич, да? А полковник мне никак не представил, просто полковник. И ехали вы в Украину по гражданке уже, или еще в гражданке? Ехали в Украину по гражданке, да? При этом документы... Ребят? А кто забрал? Майор. Ну хорошо, ты уже понял, что ты едешь в Украину. В Черкасске, когда был в автобусе, еще не понял, уже были границы, выискали то, чтобы вы едете на Украину полигоны накрывать. Полигоны накрывать, понятно. Отказаться была, возможно? Нет. Почему? Если отказываешься, они сажают, и теряешься. То есть это у вас законодательно предусмотрено? Нарушение ПК. Громче чуть-чуть. Нарушение ПК. Громче чуть-чуть. Сколько лет у вас? Детей и выше. В зависимости как. Громче, же. В зависимости как. В зависимости как, в зависимости. Ага. Понятно. А что такое теряешься? То есть если не сажают, то теряешься. Да, вы возвращаетесь и едет. Понятно. Уже были случаи такие, что люди терялись? Ну вот один, да, офицер в данную веку, и все. А как, а вот эти ребята, которые с тобой приехали, 30 человек, они... Ну и вообще как отношение к этой выдели? Которые мои ровесники. Да. Которые тут представляют, что они тоже подготовлены. А которые будут постарше уже. Они как-то радуются. Сразу сюда. Слушай, мотивация какая. У тех, кто постарше. То есть вот они сюда приехали зачем? Что им осталось? Честно, не знаю, кто ничего не говорил. Не по желанию тоже, а по приказу. А что вообще слышно по поводу вот этих вот Донецкой Народной Республики, а именно по поводу их армии? Что вот говорят насчет того, что будет с этими ДНР, которые взяли... То, что их расформируют, сделают большой один учебный санатор. А если отказываешься, или убегаешь, то не возвращаясь, то не находишься. То есть я понял. Скорее всего, будет как-то уничтожать, да? Ага. Вот что бы ты хотел, вот сейчас, вот что бы ты хотел... Ну, можешь маме что-то сказать. Вот это мы обязательно передадим. То есть что ты хочешь маме? Ты живой, да? Как-то думаешь? То, что я ее люблю, мам. Я ее люблю. Извини меня за все, что не слушал тебя. Прости. Что ты сразу с мамой обращайся? Я думаю, что вы с ней еще увидитесь. Попал ты в плен, да? Что с тобой происходило с момента, как вас взяли на бомб? Бросили в багажник. Привезли в другое место куда-то. Там стал хорошо относиться. Дали свитер. Накормили. Напоили чаем. Лекарства дали. Одели. Как бы сейчас я сижу и кофе. А что бы ты хотел сказать своим? Сослужиться? Если приходят в поездки, не едьте. Вы, если приедете, в любом случае, что вам не обещали, не вернитесь домой. Потом ждут всех дети и семьи. Но того не стоит. При возвращении в Россию тебе как отнесутся? Ну, домыслы и логические рассуждения, то нехорошо. Некоторые телеканалы показывают информацию о том, что злые укропы обстреливают Донецк. Ну, что у вас поэтому? То есть, вот ты жил в Донецке, получается, с 18-го числа и по вчера, это сколько, порядка двух недель, хоть раз были попадания в центр Донецка и за все это время. И видел ли ты действительно факты того, которые подтверждают то, что рассказывают в России насчет того, что укропы, артиллерии убивают миром? Видеть не видел. Когда приехали, слышали пару взрывов. И вот всего лишь один день был. Когда приехали, один день в нем сильный взрыв был. Один где-то в городе, как бы, от точки ул. У тебя, вот ты будучи в Донецке или же будучи еще в России, смотря вот телеканалы, никогда не возникал вопрос, почему, почему вот эти вот все телеканалы появляются на месте взрыва или там обстрела, где-то за минут 10 появляются до начала обстрела, причем находятся где-то метров в 200, оттуда, куда попадают. Что ты думаешь по этому поводу? Не наше рассказать. Ну а ты не думаешь, что это возникнет провокация теми же с нами боевиками? Чтобы воззлить народ, чтобы больше ушло, наверное, в добровольство. СМИ в России, они показывают, какую информацию про Украину? То, что идет в сильные вооруженные бои. Донецк всегда был обстрелом, гибнут верные взрывы. А при этом ты, как бы, один раз только слышал взрыв. Сколько польских, американских, итальянских, французских наемников ты встретил за два дня, пребывая, скажем так. Не, ну... СМИ в России. Продолжение следует...